День памяти святого Александра Невского отметила Русская Церковь. Для Александра Невского Новотихинского монастыря день погребения благоверного князя – престольное торжество. Главный храм обители посвящен угоднику Божию. В праздник в церкви молились горожане, духовенство и глава митрополии. На исторической территории монастыря находятся шесть церквей. Главные богослужения совершаются в храме в честь святого Александра Невского. Это самая большая церковь обители, ее сердце. Здесь пребывают монастырские святыни, в том числе и всеми любимая Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Этот храм всегда был знаковым для Екатеринбурга. Величественно высокий, как крепость он был виден за несколько километров. Собор строили буквально всем миром. Сестры специально для этого храма своими руками делали кирпичи и сами переносили их. Проект храма разработал известный на Урале архитектор Михаил Малахов. Пожертвования на храм прислали со всего Урала. Владельцы заводов, управляющие и простые селяне. О благосостоянии святы Божьей церкви! О спасение и помощи с общанием и здравом Божиим, дружноющихся и служащих! Собор был достроен к 1854 году. Храму удалось пережить революцию. И сейчас он вновь стал украшением города и свидетельством любви к святому князю Александру Невскому. Он почил за 9 дней до сегодняшнего дня в ограде Городце. Кто-то говорит, что он был отравлен недругами. Какие-то есть другие исторические версии. Но он, чувствуя кончину своей жизни, он исполнил сердечное, сокровенное желание свое, которое он носил, по всей видимости, в течение многих лет. И он предался безмолвию. Хотя бы на последние считанные часы своей жизни принял иноческий образ, попросил прощения у своих близких. Те люди, которые прощались с ним, они вкушали скорбь от того, что зашло солнце, земли русской. Но величину деяний не могли соразмерить, потому что действительно величина личности этого сего человека, сего мужа, нашего соотечественника, была велика. Общее церковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макаарии на Московском соборе 1547 года. Хочется пожелать каждому и каждой быть и князем, и дипломатом, и политиком внутри своей души. Уметь управлять, уметь расставлять приоритеты, уметь низлагать тех, кого мы обязаны низложить, сохранять тех, кого мы должны сохранить. И мысли, и чувства, и ближних окружающих. И вот так рассуждая действительно, чтобы нам стать наследниками и жития, и наследниками славы святого благоверного князя Александра. Правящий архиерей вручил епархиальные награды во внимание к трудам на благо русской церкви прихожанам собора.